Знаете, в детстве меня признали умственно отсталым ребенком. Меня перевели из пятого класса в четвертый, и я оставался в категории умственно отсталых до самого окончания школы. В колледж я не пошел, соответственно, высшего образования у меня нет. Но однажды я познакомился с учителем, который изменил всю мою жизнь. К нам на замену пришел новый учитель. Он вызвал меня к доске и сказал, «Молодой человек, напишите то, что я вам сейчас скажу». Я сказал, «Я не могу этого сделать, сэр». Он спросил, «Почему?». И я сказал, что меня признали умственно отсталым. Он вышел из-за своего стола, посмотрел на меня и сказал, «Никогда больше так не говори. Чье-то мнение о тебе не должно становиться твоей реальностью». И пока он говорил, мое сердце билось все сильнее и сильнее. По моим щекам потекли слезы. Я стоял в оцепенении, слушая его, потому что слова, которые он произносил, были посвящены только мне. Он сказал, «Лес Браун, если ты хочешь добиться чего-то в жизни, ты должен быть голоден». Я сказал ему, «Мистер Вашингтон, я мечтаю стать диджеем на радио, и каждые выходные я практикуюсь в этом деле». И он сказал мне, «Ты должен не каждые выходные, а каждый день практиковаться в этом деле». Я ответил, что «Какой в этом смысл, если и так нет свободных вакансий?» Он сказал, что это вообще не важно. Лучше быть на все сто готовым к работе и не найти ее, чем найти работу и не быть к ней готовым. Но так как я работал над собой и был готовым, я отправил заявку на работу диджеем на радиостанцию WNB в районе Майами-Бич. Я встретился с парнем по имени Милтон Баттербол и спросил, «Здравствуйте, мистер Баттербол, как ваши дела?» «Я хотел бы устроиться к вам на работу». Он посмотрел на меня и спросил, «Есть ли у меня какой-либо опыт в работе радиоведущим?» Я ответил, что пока у меня нет такого опыта. Он сказал, «В данный момент у нас нет свободных вакансий». Я ответил, «Окей, сэр», и пошел обратно к мистеру Вашингтону. И все рассказал ему, на что он мне ответил, «Не принимай это на свой счет. Очень часто в жизни тебе придется услышать семь раз «нет», прежде чем ты услышишь «да». Сходи еще раз на радиостанцию». И на следующий день я пошел туда снова. Я спросил, «Как ваши дела, мистер Баттербол?» «Меня зовут Лес Браун». Он ответил, что знает, как меня зовут, и спросил, чего мне надо. Я сказал, что хотел бы узнать, есть ли у него работа для меня. Он ответил, «Разве я не говорил тебе вчера, что вакансий нет?» Я сказал, «Да, сэр, но вдруг сегодня кто-то заболел или уволился». Он сказал, «Нет, сегодня никто не болел и не увольнялся, теперь давай иди отсюда». На следующий день я опять пошел на радиостанцию и решил просто поздороваться. Я сказал, «Приветствую вас, мистер Баттербол, как ваши дела?» Он недовольно посмотрел на меня и крикнул, «Сходи, принеси мне кофе». Я такой, «Да, сэр». Я пошел и принес ему кофе. Через какое-то время я уже разносил обеды и ужины. Я заходил в студию и приносил радиоведущим еду. Я не уходил оттуда, пока они не просили меня уйти. Однажды субботним днем, когда я был на радиостанции, один ведущий по имени Рок хорошенько выпивал, находясь в эфире. Больше на радиостанции никого не было. Я наблюдал за ним через окно из комнаты управления, расхаживая туда-сюда, молодой, ко всему готовый и голодный. Довольно скоро зазвонил телефон. Это был генеральный директор. Я ответил на звонок, «Алло, Лес, это мистер Клайн». Я сказал, «Я знаю». Он сказал, что Рок не в состоянии закончить программу. Я сказал, «Я знаю». Он спросил, не мог бы я найти другого ведущего на замену. Я ответил, «Да, сэр». Я положил трубку, подумав, что или сейчас, или никогда. Я позвонил маме и своей девушке Кассандре и сказал, чтобы они включили радио погромче, потому что я собираюсь выйти в эфир. Я подождал примерно 20 минут, перезвонил директору и сказал, «Мистер Клайн, я не могу никого найти». Он спросил, «Молодой человек, ты знаешь, как работать с пультом?» Я ответил, «Да, сэр». Он ответил, «Так дуй в студию и заканчивай программу». Я сказал, «Да, сэр». Мне не терпелось сесть за пульт. Я включил старую запись Тиви Уандера «Фингертипс». Сел за микрофон и сказал, «Привет всем, это я, LPPPP, Лес Браун, ваш новый диджей. До меня таких не было и после меня таких не будет, так что я единственный и неповторимый, молодой, озорной, любитель пообщаться и профессионал своего дела. Так что готовься, детка. Теперь это твой любимый ведущий. Я был голоден. Реально голоден. И вы должны быть голодны. Да, вам будет очень тяжело. И мне было очень тяжело. У меня были финансовые проблемы, денег ни на что не хватало. Я не мог платить по счетам, а мечта отдалялась все дальше и дальше. Но как бы трудно вам не было, вы должны продолжать жить своей мечтой. Это будет трудно. Мне было очень тяжело поднимать себя каждый день и верить в то, что я смогу это сделать. Были моменты, когда я сомневался в себе. Я спрашивал себя, а может это не мое? Что-то внутри меня говорило, что нужно идти до конца. Я не отказывался от своей мечты. Я продолжал двигаться вперед. Я продолжал следовать за своей мечтой. И в один прекрасный день у меня появилось свое собственное ток-шоу. Я проделал длинный путь через тернии к звездам. Из заброшенного дома в бедном районе, не зная ни матери, ни отца. Это был длинный путь. А сегодня я здесь выступаю перед 40-тысячной аудиторией. Без высшего образования, признанный умственно отсталым. Так что продолжайте следовать за мечтой. Никогда не останавливайтесь. Никогда не отказывайтесь от своей мечты. КОНЕЦ